Приветствую вас! Жалко, что вы не написали свой возраст, было бы очень полезно, было бы на сколько вам лет. Вот. Значит, первое, что хочу вам сказать по вашей проблеме. Это детско-родительские отношения и критерии выбора вашего мужчины. То есть я понимаю, что это ваше первое отношение, понимаю, что вы, в принципе, не имеете опыта, понимаю, что вам не приходилось раньше жить с мужчинами, быть с ними и так далее. Но то, как вы себя ведете, то, как вы себя присоедините, к сожалению, явственно дает понятие, явственно показывает, что вы... Либо вот, знаете, не любите себя, не цените себя, не уважаете себя, и тогда это, безусловно, недоработка ваших родителей. То есть я вам подговорю, что нужно прорабатывать ваши отношения с родителями. Тогда, либо, либо, у вас, значит, комплексы, определенные знаки, которые не были должным образом, правильным образом выражены, высказаны вами, вами. Что вот принципиально важность здесь, это то, что именно вами высказаны и вами выражены должны быть они, эти страхи. Соответственно, и страхи, и неуверенность в себе, что вот это вот с вами нужно прорабатывать. Потому что, ну, очень печальные и страшные вещи вы пишете, что мужчина вас там и ударил, мужчина на вас кричит постоянно все время, вы это все терпите, вы все это пытаетесь, как я понял, свести на нет, и вот терпите вы это все для чего? Я хотел бы, чтобы вы вот тоже сформулировали этот момент. Для чего вы это все терпите? Скажите, пожалуйста. Далее, интересен ваш выбор мужчины старше вас на 10 лет, и этот момент тоже довольно-таки серьезный. Почему вы выбрали мужчину старше себя на 10 лет? Чем это обусловлено? Полюбились, полюбили, страсть или что? Какие-то другие у вас критерии были? Вот. Это тоже очень важный момент. Скорее всего, когда женщина выбирает мужчину на много лет старше ее, а 10 лет это все-таки довольно приличный троп, это всегда так или иначе про отца. То есть отношения, вот, это анимус, это первичный образ мужчины, первичный мужской образ, первичный мужской образ, и, соответственно, его доминирование в вашем восприятии мужчины. Вот. То есть критерии выбора мужчины нужны. Следующий важный момент – это момент ответственности. И вот, пожалуй, ответственность является самой большой и, одновременно, самой, на мой взгляд, ну, сложной проблемой, если и мы говорим о важных ситуациях. Почему? Попробую пояснить. А дело в том, что вы говорите. Я боюсь, боюсь, там, того, что он будет голодать, я боюсь, там, что он, ну, что ему будет ничего есть, что он будет пить и так далее. Ну, кроме того, что вы здесь, как бы, сами себе противоречите, то есть вы говорите, что ему будет меньше поесть, но при этом он будет пить. То есть деньги у него откуда-то будут. И, ну, деньги у него откуда-то есть, если он, например, если у него есть деньги, а он эти деньги использует для алкоголя, а не для того, чтобы поесть, ну, это человек-алкоголик, и вы связались с моей жизнью с алкоголиком. Кстати говоря, это, есть такой термин «созависимость». Так вот, вы именно являетесь созависимыми в этих отношениях. Это, это первое, это первое, первый, так сказать, первый момент. Значит, главное надо понять, что, во-первых, мужчина как-то жил до вас. Во-вторых, вы говорите, я не хочу быть в этом виноват, и в том, что вот, ну, вот. Он будет голодать, пить и так далее. Отдельного внимания заслуживает вопрос, почему вы считаете, что если мужчина будет голодать и будет пить, то в этом виноваты вы. Вот откуда у вас это повышенное чувство ответственности? А я приснил. Дело в том, что вы не несете ответственность за себя. Вы не несете ответственность за себя. Вы не несете ответственность за другого человека, за мужчину, через, не знаю, через чувство вины, может быть, через что-то еще и так далее. Но вы не несете ответственность за себя. И вы не думаете о себе. Вы думаете о другом, но не думаете о себе. И именно поэтому у человека получается навязать вам чувство вины, которое очень потом, я имею ввиду, чувство вины, да, использует для того, чтобы, вот как раз, значит, управлять ватной. Это вот, значит, первый и ватный момент. Если не первый, а следующий ватный момент. Далее. Из границ ответственности. Откуда у вас этот ценность, что вы не несете ответственность за этого человека? Откуда такое значение его для вас? Чем это значение продиктовано? Откуда у вас мотив и желание, значит, терпеть его отношение к вам и так далее? И, наконец, почему вы не несете ответственность за себя? Как нести ответственность за себя? Во-первых, четко определить для себя, что плохо для нас, а что хорошо. И не позволять себе делать и участвовать в том, что для вас плохо. Для того, чтобы говорить нет. Для того, чтобы продвигать свои интересы, на зная уверенность в себе. Вы, судя по всему, не уверены в себе. Соответственно, давайте подумаем. В чем именно и почему вы не уверены в себе? Повышать нужно свою уверенность, устанавливать нужные границы собственной ответственности и понимать. До тех пор, пока вы не несете ответственность за себя, вас будут использовать, вам будут прививать чувство вины именно потому, что вы позволяете это делать. Вот такие вот аспекты вашей проблематики. На мой взгляд, нужно выразить. Такие вот аспекты вашей проблемы можно вычленить. Четыре года строй большой и совершенно определенно можно сказать, что у вас формировалась некая такая вот уже позиция в отношении, которой вы занимаетесь. И так просто это позиция не изменится. Вы говорите, что вот вам мужчина позвонил, да? Вам мужчина позвонил. Начал говорить вам о том, какая вы, какая вы неправильная, какую девочку он хочет, и вы как-то помирились. Вы как-то с ним помирились. Вы не знаете, как, пишите вы. Вы признаетесь в том, что вы не знаете, как вы помирились. Но вы это сделаете. То есть у вас отсутствует ответственность даже в том, что вы миритесь как-то по вот желанию человека. По его, ну, по его инициативе вы делаете, делаете это. И данный момент, к сожалению, никуда не годится. Ориентируйтесь, пожалуйста, на свои ценности, правильную систему ценностей. Правильно расстанавливайте приоритеты, устанавливайте правильно приоритеты. Заботьтесь о себе, учитесь жить для себя, а не для мужчины. Определите для себя значение этого мужчины для вас, значение отношений для вас. Определите, что стоит за вашим страхом. Ну, это можно при необходимости это можно определить и с психологом. Потому что вот этот ваш страх, который вы говорите, что я боюсь быть в этом виноват. Это очень сильно развитое чувство времени. Оно прививалось вам, скорее всего, не мужчины, живет, оно, скорее всего, прививалось вам родителями или обществом, в котором вы живете и что-то еще. Далее. Вы называете себя мягкой. Мягкость хорошая качество. Правда? Мягкость это очень хорошее качество. Но постарайтесь, пожалуйста, понять, что этот человек действует в отношениях в любых в ущерб себе, то такого человека никто ценить не будет. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас уважали, если вы хотите, чтобы вас ценили, были достойным человеком, то нужно самым выбирать свое окружение и нести ответственность за себя. Думать, в первую очередь, о себе. Понимаете? Они реализовываются через других людей так, как это вы делаете сейчас. Итак, суммируем все высказанное, я предложу небольшой итог. Сначала семейные отношения. проработка первичного образа мужчины. Определение вашей модели женского поведения. Это первое. Второе. Определение ваших общих ценностей, глобальных идей, глобальных приоритетов. Значит, сканирование данной области на предмет препятствий по их осуществлению и достижению того, что вы считаете правильным для себя и нужным для себя. Следующее, значит, анализ ваших личностных характеристик и проработка того, по сути дела, какие из этих личностных характеристик вы считаете своими сладостями, с чем вы иными словами не уверены в себе и так далее. Вот так. Это работа. довольно серьезная. Поэтому, если вы действительно хотите выйти из этой ситуации, то моя рекомендация первая и главная для вас сейчас это уйти от этого мужчины в срочном порядке, прорвать с ним все контакты. это первое. Потому что, если вы будете с ним находиться в отношениях и при этом конкуртироваться с психологом, то даже при успешной работе у вас не будет результата. Потому что, мужчина будет все это аннулировать по сути дела. Вот. Значит, далее. Определение предмета вашего страха. То есть, чего вы боитесь. В чем именно заключается ваш страх по сути дела. Вот это является то, что вам нужно делать прямо сейчас. Прямо в данный момент времени. Все остальное можно, в принципе, решить уже в ходе консультации с вами. За этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.